Парижская Олимпиада Давайте ваш комментарий, ваше изложение событий и так далее Ваше видение вопроса Олимпийского движения Ну, соответственно, когда, соответственно, Олимпиада в Париже Было ясно, что будет она в Париже То с самого начала сказал, что это грубейшая ошибка Во Франции было несколько Олимпиад Кто сказал, что это грубейшая ошибка? Это как-то не прозвучало, извините Любимов сказал, что это грубейшая ошибка Очень грубая ошибка Что предоставили, возможно, в Франции проводить летнюю Олимпиаду Что касается зимних, то зимняя Олимпиада была в городе Шамани в 1924 году Но это вообще Олимпиаду нельзя называть по одной причине Это вообще было соревнование, которое называлось совсем по-другому Неделя зимнего спорта Ну, там вообще даже и не так Похоже на неделю В общем, короче, переименовывать названия не только в СССР и России любят Переименовывают их много раз и во многих местах Вот, и, соответственно, во Франции была Олимпиада в Гренобле в 1968 году Во Франции была Олимпиада в 1992 году в Альбервилле Они провели их и ту, и другую Олимпиаду достаточно успешно, можно сказать Другой разговор, что французы там откровенно и жутко подсоживали Предположим, что касается 1968 года Конечно, Жан-Клод Квилин не завоевал три золотые медали Вот, а одну золотую медаль просто ему принесли на блюдечке Потому что Карл Шранц, когда принял старт с лалами В первой попытке он показал лучшее время Когда он ехал во второй попытке То просто перед ним пробежал полицейский В тот момент, когда он уже стартовал Он должен был затормозить А так как идет счет на не десятые, а на сотые часто секунды То понятно, что это уже совсем другой результат Он подал, там австрийская делегация То есть Олимпийский комитет Австрии подал протест И так далее, протест удовлетворили Он проехал второй раз, но второй раз ему опять понесли В общем, такие моменты подсоживания во Франции были И это, в общем, нормальное явление Во всех странах они есть, где больше, где меньше Если поговорить о Московской Олимпиаде Можно очень долго говорить, как у нас там подсоживали Я просто остановлюсь как-нибудь остановлюсь на этом Но там просто решались такие моменты Что в ЦК партии, предположим, в прыжках тройном было решено Что первое место займет судья, а второе Санеев И все, и других вариантов нет Это решили в ЦК партии, так и было Значит, вот А не важно, как кто прыгает Это решено в ЦК партии и должно быть выполнено Об этом мне говорили и человек, который измерял эти прыжки И старший судья, соответственно, по прыжкам тройным На Московской Олимпиаде И, соответственно, что касается летних Олимпиад То недавно в Национальной службе новостей была пресс-конференция На которой были Александр Иванович Тихонов Известный биатлонист, президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов В прошлом известный легкой атлет, а ныне президент Федерации Московской легкой атлетики И Тихонов сказал, что вот, наверное, вот эта нынешняя Олимпиада 2024 года будет едва ли не самой плохой На что Любимов не возражал, выждал паузу В конце пресс-конференции сказал, что 1900 год Олимпиада в Париже Ужаснейшая организация 1924 год, Париж Опять ужаснейшая организация Продолжать не буду 2024 год, где как Пока много проблем с организацией Много скандалов Начиная с открытия Хотя, как многие люди Которые даже не видели открытия Они начинают его критиковать со всех сторон и так далее Ну, первое, что открытие затянуто И не нужно было давать режиссеру, который ставит спектакли на 17-18 часов Он сделал открытие там от 4 до 5 часов Сейчас не могу сказать точное время, но очень длинное Оно явно затянутое Что касается многих франкментов и трактовки каких-то эпизодов То там они очень многие неоднозначные Естественно, трактовать их можно так и можно так Потом режиссер несколько раз извинялся Мы не хотели, чтобы нас так поняли и так далее Ну, значит, надо было делать так, чтобы поняли соответствующим образом Да, открытие как бы там очень, я бы сказал, слабое Но открытие Московской Олимпиады, которой некоторые товарищи наши говорят, что они были классные Оно ужаснейшее Ну, одна из причин, что сценарий этот делали товарищи из ЦК Комсомола и ЦК партии Главным режиссером был один человек из Босконцерта Вот, но вопрос другой, что я не говорю о закрытии Закрытие получилось очень трепетным, очень символичным, очень теплым и так далее Закрытие Московской Олимпиады Какое будет закрытие на Олимпиаде в Париже, я не знаю Но сразу говорю, что никакие открытия по-настоящему Олимпиаде не нужны Все открытия и все, что связано с открытием вокруг Это нужно, а, высшим чиновникам и руководителям власти Чтобы сделать свой пиар Я уверен, что любой спортсмен скажет, что ему по-настоящему откровенно Открытие не нужно Зачем? Он приехал соревноваться, а не выступать там где-то на открытии Поэтому открытия как бы не было, если бы мне сказали, и я имел голос, то я сказал, закрыть открытие и никогда не открывать Вышли и сказали, вот Олимпиада открыта Тем более, что все Олимпиады Без исключения Начинаются соревнованиями до открытия официального Ну и что тогда, кому это нужно, открытие? Уже соревнования идут А тут начинается открытие Ну появляется там, как бы, сейчас я перейду к теме бойкотов Появляется товарищ общекомандного зачета Бойкотов и общекомандного зачета Появляется, предположим, король Генрих VII в 1908 году И хочет покрасоваться Вот ему нужно открытие Более того, мы должны открытие перенести так, чтобы оно было перед балконом на резиденции, он говорит Ну, теперь давайте так Вспомним, так сказать Каких-то рейких спортсменов и каких-то политиков А давайте вопрос зададим вообще всем Я очень рад, что смотрят Вот То, что Александр Любимов говорит Давайте вспомните, пожалуйста Кто были премьер-министрами Англии Когда играли Битлз А вы не вспомните Вы долго будете вспоминать Из какого года еще, попрошу назвать Все, все это закончилось Потому что Битлз, видимо, будут вечно А премьер-министры Англии Их знают только какие-то определенного рода политики И то Великобритания А в Китае их не знают Соответственно Командный зачет Придуман был Товарищами-политиками А именно Первый придумал И дал Я бы сказал, так сказать Старт этому Король Великобритании И Северной Иландии И вообще Британской империи Генрих VII В 1908 году Потом товарищ Сталин Потом товарищ Гитлер И товарищ Франко Вот они В первую очередь Интересовались командным зачетом И как вообще наша страна То бишь Предположим, Советский Союз Выступит на Олимпийских играх Причем в ущерб Настоящему спорту Полностью в ущерб По одной причине Есть такой спортсмен Александр Лисун Я согласен Ведь спорты не самые популярные Современная пятиборья Так вот Александр Лисун За последние 88 лет Вы так подумайте Не 10, не 5 Не 20 А 88 Он Единственный спортсмен в мире Мужчина Спортсмен в мире Потому что есть женщины Там другое положение И он Единственный спортсмен в мире Который в течение 7 лет подряд На чемпионатах мира Был в числе призеров Таких больше нету А в видах спорта Которые входят Официальную программу Олимпийских лет Других нету А его что Очень много людей знают Нет Но все время говорят Вот сколько медалей Сборная команда Советского Союза Потом России завоевала Да вы лучше Выучите Хотя бы Фамилию Имя Александра Лисуна Сделайте из него героя И вообще Из тех людей Которые выигрывают Олимпиаду Или чемпионат мира По легкой атлетике Или чемпионат мира По плаванию Крупные виды спорта Сделайте героя Настоящим Потому что в советское время Можно было выйти на улицу И сказать Кто такой Виктор Понедельник И Большинство людей Которые хоть чуть-чуть Слабо совсем интересуются спортом Сказали бы Что Виктор Понедельник Забил решающий гол В финале чемпионата Европы 1960 года И мы стали чемпионами А сейчас Я думаю Что наши Только фанаты Спартака Назовут Спартаковских Каких-то Игроков Или фанаты Я не знаю ЦСКА Своих И так далее Фанаты Локомотива А тогда Спорт был на другом уровне И кстати Тогда меньше Интересовались Командным зачетом А теперь Такой пример 1928 год Газета Делла Спорт Это самая крупная Газета В Европе По тиражу Из спортивных Она итальянская Но по тиражу Самая крупная Освещала Олимпиаду 1928 Года И Просто Любопытно Сколько же писали О командном зачете Вот Естественно Газета Делла Спорт Выходила И выходит Каждый день То есть Олимпиада идет В 28 году Она шла Примерно столько же Сколько есть В наше время То есть 17 или 18 дней Так вот 17, 18 или 20 дней А даже больше Там Учесть Надо Что С первого дня И еще Где-то 12 дней После Газета Была заполнена В основном Новостями Олимпиады Олимпиады Одна фраза Больше всего Медалей Что этот зачет Как бы мы Набрали с американцами Одинаковое количество Очков В этих шестерках Любимов Как человек Не верящий Многим вопросам А потом Когда начинаю смотреть У меня возникают Какие-то Какие-то странные ощущения Любимов Я просто считал Пальчиком Вот именно Пальчиком Здесь 7 Здесь 5 Здесь 2 Здесь 3 Так вот Разница Что американцы Выиграли 13 очков Или 14 Но не важно Они выиграли Даже этот Якобы Какой-то Неофициальный Придуманный Товарищем Сталином Зачет А теперь Я хочу Сказать Противовес Всему Этому Товарищ Сталин Меня не Понимаю Почему В 1948 Году Когда нас Приглашали На Олимпийские Игры Не поехал Хотя Наша Команда В 1948 Скорее Всего Я не скажу Точно А скорее Всего Выступила Б лучше Чем в 52 Году Почему Потому что Ядро И основную Часть Сборной Команды СССР Составляли Бывшие Фронтовики В 52 Году А теперь Подумайте В 1948 Им было На 4 Года Меньше И Некоторые Из Спортсменов Которые В 52 Году Были Четвертыми И третьими В 48 Судя По выступлениям На чемпионате СССР С Отрывом Выиграли В Аналипиаде Почему Не могу Понять Амалипиаде